Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Господин Бог, Аллилуйя, 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 Аллиlúia, Аллиlуйя, Alleluia, Аллилуйя Аллилуйя Продолжение следует... Вся земля и вся селенная Будет славить имя Господа вовек, вовек, вовек. Вся земля и вся селенная Будет славить имя Господа вовек, вовек, вовек. Вся земля и вся вселенная Будет славить имя Господа Воверь, воверь, воверь Вся земля и вся вселенная Будет славить имя Господа Воверь, воверь, воверь Вся земля и вся вселенная Будет славить имя Господа Воверь, воверь, воверь Вся земля и вся вселенная Будет славить имя Господа Вовек, вовек, вовек Вся земля и вся вселенная Будет славить тебя, Господа Вовек, вовек, вовек Вовек, вовек будет славить Вся земля, все вокруг Будет славить имя Господа Церковь Бога живого Поднимите свои руки Он достоин принятия славы Всю честь и всю хвалу О, наш Спаситель Иисус Возвы свой голос, церковь Шмрома нененеси А не любишь, а не любишь, а не любишь Вежу, вежу Твою имя Иисус Твою имя Иисус Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Откуда Бог нас вывел и куда привел? Я знаю, что многие из вас могут сказать, что если бы не было Бога, где бы я был? И мы примерно знаем, где бы мы были. Именно поэтому мы должны быть благодарности Богу, раздавать ему славу за то, что он изменил нашу жизнь. Весь мир осуждал нас. Когда все люди отреклись от тебя, Бог выбрал тебя, избрал тебя. Почему? Потому что Бог есть любовь. И Он этой любовью привлек тебя. Давайте сядем. Уси благословенны. Мы. Я бы хотел перед тем, как мы начнем. Я хочу задать вам вопрос. Что для вас быть христианином? Кто может ответить на этот вопрос? Что такое христианин? Мы сейчас будем диалог с вами. Что такое быть христианином, верующим? Но есть другая, очень сложная сторона христианства. Мессиси олма. Быть христианином. Бераберди. Равно. Танруючиняшама. Жить для Бога. И так же равно. Танруючиняшама. Сознанчиняшим. Чтобы жить для Бога, ты должен умереть для себя. Потому что когда мы сеем семена, это семя, если оно не умрет внутри земли, оно никогда не даст свой пыль. Для того, чтобы оно отдало плод, в той глубине, на которой мы ее сеем, там она обязана умереть. Представьте, что вы посеяли какой-то семя. Вы закапали его. Это семя борется за то, чтобы я не хочу здесь быть. Вытащи меня отсюда. И выходит. Вы посадили дерево, оно вышло со своего места и говорит, я не хочу приносить плод. Мы сегодня можем посмотреть на свою жизнь. Я на сколько я глубоко в христианин. И на сколько я умер для себя. Павелин, где-то такой вот слов. Я каждый день умираю. Я каждый день умираю. Что значит умереть для себя? Мы свою волю, свое желание. Истеки и ирадости, планки. Истеки и ирадости, планки. Продолжение. 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 Мы не считаем. мы можем сегодня анализировать насколько мы умерли и это достаточно посмотреть в это зеркало, чтобы осознать это зеркало показывает насколько ты мертв и сколько процентов твоей жизни посвящены Богу полностью сегодня каждый из нас смотрел мы попробуем свою внешность и готовимся, чтобы выйти из дома и именно поэтому мы должны смотреть в это зеркало насколько я много живу для Бога и насколько моя жизнь Рэб Аллаху прославляет Бога Отца сколько процентов нашей жизни я думаю, что мы сейчас в глубоких размышлениях насколько ли я процентов живу для Бога и насколько я могу жить для Него это очень важно я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Луки 14 главу 25 стих Иса иллэбилдикдэ бэйг издахан иллэбилдэй Иса донюб онлэб онлэб ким мэнэм янмэм гэлэб отанасына, арвал ушақларына бацы гадашларына хаттэ özünü мэндэн üstум тутаса мэнэм шагэдэм ола билмэз с ним шло множество народа и он обратившись сказал им если кто приходит ко мне ибо зенавидят отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер а при том из самой жизни своей тот не может быть моим учеником почему Иисус употребляет эти слова есть и другой стих где говорится что мы должны почитать отца и матери свою что извинилась Господь что мы должны держать что-то превышать потому что в начале нашей жизни на престоле должен сидеть и всегда так должно быть люди сегодня поставили на первое место все что угодно кроме Бога да они могут говорить о том что Бог на первом месте но я с уверенностью могу сказать что это все в кавычках просто для галочки мы живем ради себя и как мы хотим и это не угождает Богу и насколько сильно мы можем обрадовать Бога сегодня как мы можем Ему угодить как мы можем жить Его желанием Бог должен быть на первом месте в твоей жизни и для этого ты должен умереть для себя потому что когда мы живем своей жизнью для себя и не пускай Бога Бог не может обитать в нашей жизни он не может использовать нас в полноте чтобы мы могли войти в Его присутствии Бог всегда быть на первом месте всегда месида быть христианином верующим равно умереть для себя именно в этот момент месихи ардинца гидрали мы сможем следовать за Христом только так потому что кто-то ожидали все были его последовательами очень так сказать по 120 нефер и в один день эти 120 человек превратились в 70 72 нефер и 82 человек и от всех осталось всего 12 и от этих 12 и потом подошел еще один после осталось всего 11 которые действительно шли за Христом и жили так, как хочет Иисус. Почему Евангелие распространилось на всю землю? Потому что в то время все верующие решили жить и не жили ради себя. Они жили, чтобы не могли сходить на каждого из нас. И сегодня мы живем на свою жизнь. Мы осознаем, для чего, для кого мы живем. Как живем. Потому что наша жизнь зависит от всего. Потому что мы сегодня все видим в мире и можем выбрать абсолютно все. И у нас много выборов. Мы можем выбрать и Бога, и мир. Но у нас нет выбора, кроме Бога. Потому что в один день мы должны будем за все ответить перед Богом. И на этом суде мы должны быть готовы ко всему. И для Его второго пришествия мы должны готовиться. Иисус умер, но не остался в гробнице. Он воскрес на третий день. И после поднялся на небеса. И осталось только одно. Его второе пришествие. Как я и до этого говорил, мы можем выбрать в свою жизнь сегодня все. Абсолютно все, что мы можем видеть сегодня в мире. Ни в коем случае нет. В жизни многих верующих Бог не на первом месте. Что случилось, что все начали падать? Разные дискуссии, разные решения людей. Потому что кто-то решил, что я буду жить так, как я хочу. В Азербайджане или во всем мире нет никакой разницы. Америка, Авропа, Корея, в любом месте. Америка, Авропа, Асия. Истер Асия. Иисус умер, что жизнь в жизни не тот, не соответствующий слов. 99.9% людей. 99.9% людей. И думают, что они живут ради Бога. И думают, что этим они 100% угодят Богу. Мы можем приходить и служить целью. Мы можем прославлять Бога, проповедовать все, что я говорю. Но это не кифаят. Это не достаточный. И так должно быть. Если человек не будет, то тогда большие бары и дискотеки. Потому что в противном случае мы пойдем на улицу. Будем в барах и на дискотеке. И нам нужно будет разговаривать с ненужными людьми. Мы будем вынуждены выбрать друзей. Что же мы поставим на первое место в своей жизни? Кто же наши предпочтения? И что же наши предпочтения? И каждый из нас прекрасно знает, что такое идол, из чего он состоит. И сегодня современный мир. Технология dünyасы. Мир технологии. И сегодня все по-другому. Футбол, соревнования, азартные игры, ночная жизнь, крыльевые деяния. Все это идолы. И не обязательно, чтобы идол состоял из чего-то определенного. В то же время жизнь без Бога является идолом. Идолопоклонничество. Кто-то поклоняется деньгам. Кто-то даже вещам умудряется поклониться. Что же мы предпочитаем больше всего в своей жизни? Если мы задумаемся о том, что апостолы прежде всего. Если бы они поставили свои потребности и нужды на первое место. Я уверен в том, что Евангелие сегодня до нас бы не дошло. 2000 лет. Деяшим мне словам. Неизменное слово, которое дошло до нас. Это говорит о том, что Это все было непросто. Это все было непросто. За каждое слово истинит. Было куплено ценой жизни, ценой крови верующих того времени. Иисус, когда отправляет своих учеников, дает им наставление. Говорит, чтобы они ничего не брали с собой. Нет. Почему? Когда мы сегодня идем проповедовать или на Евангелие... Если мы хотим проповедовать в каком-то районе, нам нужны деньги. Мы не сможем пешком отсюда забраться до Генжи. Все является нуждой. Но причина, почему Иисус говорит о словах. Это наставление ученикам, чтобы они не зависели от этих вещей. Чтобы мы могли донести Евангелие, чтобы могли служить нам. Мы должны осознать то, что не все зависит от денег. Может, в этом мире мы можем все купить с деньгами. Но отношения с Богом ты никогда не сможешь приобрести за деньги. Самые дорогие часы не могут отмотать время назад. И это время очень важно. И время очень коротко. Его меньше, чем мы даже думаем. Вы видели на гробе дата рождения, дата смерти и между ними маленькая черточка. Это очень короткий период. А чем мы оцениваем этот период? Как мы живем? Сегодня мы должны очень внимательно следить за своей жизнью. Сегодня, когда вы вернетесь домой, если вы задумаете со своей жизнью, обратите внимание на то, на сколько процентов вы живете для Бога. И ты не можешь сказать Богу, нет, Бог не трогай эту сферу моей жизни. Это не то. Измени это в моей жизни, но это не трогай. Я хочу остаться со своим характером. Я хочу разговаривать, как разговаривал до этого. И самое страшное. И каждый из нас может это сказать. Мы любим Бога. Просто обратите внимание, кто сидит справа и слева от тебя, любишь ли ты этого человека? Если ты действительно можешь любить этого человека, то слово Божье в открытом все объясняет. Если ты не можешь возлюбить брата своего человека, то ты возлюбишь Бога. Это невозможно. Если ты не можешь возлюбить того, кого видишь, как ты сможешь возлюбить Бога, которого не видел? Я хочу возлюбить каждую сферу моей жизни. Я хочу возлюбить каждую сферу мою жизнь. Я хочу возлюбить каждую сферу мою жизнь. Именно поэтому, прежде всего, мы должны поставить Бога на первое место. Как говорится, вот так говорится. Я хочу возлюбить каждую сферу мою жизнь. Именно поэтому, мы должны изменять свою жизнь сегодня. Сегодня я должен быть нужным для свой нужный характер. В сфере, в сфере, в сфере, в сфере, я умру и завтра за какую-то черту своего характера. В сфере, в сфере, в мосеведении жизни, мы должны жить с Богом. Более очень прекрасно. clay не удовлетворивайте. Богу прекрасно предупреждаю. Не обманывайте. И не обманывайте. Не обманывайте. Дух не остается. Бог не может р differences. Никогда не говорится. Никогда? Мы очень быстро, очень быстро посадим. После того, мы обманываем себя, обманываем себя сами. Очень быстро. Вы понимаете, что днеприн accurate. Мы думаем, что мы любим Бога, и Он в любом случае на первом месте. Но бывают ситуации, когда мы не вспоминаем про Бога. И мы спрашиваем Бога, почему это произошло? Зачем ты позволишь? Есть закон Божий, который он никогда не отменял. Что человек посеет, то и пошнет. И во всех сферах всегда так будет. Что ты будешь сесть, кем будет наполняться твои мысли в твою сердце? Чем будут наполняться твои уста, то ты будешь и пожинать. Если мы не будем сесть, мы не сможем пожинать. Если мы ничего не сеем для Бога, не делаем ничего для него. И мы каждый раз начинаем с ним спорить, зачем ты меня не благословляешь? Почему я заболел? Почему это не то есть? Потому что он не на первом месте. И никогда не ставили его. Мы все перекладываем на его плечи. Израиль халки пришли. И они пришли из Египта. И им нужно было пройти буквально несколько километров. Очень короткая дистанция. 40 лет они шли кругами. Сюрлёнмейки были они сами. Потому что они раптали и думали, что Бог им не поможет. И что они сделали? Они сотворили идол. И они думали, что этот телес их куда-то доведет. И потом, понимаете, что это было в конце концов? Когда Муссад дошла, он рит. И потом, кто-то из них шликнулся. Сырлён. Су. И рит. В итоге, Моисей проучил их. что мы будем сеять в свою жизнь? Что и будем пожинать? И мы не должны думать о том, что Бог милостливый, Он помогает. Бог тот же. Он, в то же время, милостливый, справедливый. Он имеет безграничную любовь к нам. Но в то же время, Он справедливый. Он создал для нас все условия, чтобы мы были вместе с ним. Независимо, кто бы не был, каждый человек сегодня. Сегодня, Бог стал доступным для каждого человека. Не погибли, но жили. Сегодня поживу, завтра подумаем. Выйду на пенсию, и тогда буду жить с Богом. Пенсионы возраста увеличивают, и иногда люди даже не доживают до этого возраста. И как они не доживают до этого возраста? Как они не доживают до жизни с Богом? Павел пишет Галатам, во втором главе. В 20-м стихе. Я был распят со Христом, и ныне не я живу, но Христос живет во мне. Не я живу. Христос живет во мне. И у меня есть вопрос. Каждая из нас, сколько мы можем утверждать то, что мы живем для Бога? Тяжелый вопрос. Но мы должны жить для Бога. Потому что без Бога нет жизни. Мы можем задумываться об этой жизни. Никто не увидит. Никто не знает. И не узнают они. Но знаете одно. Бог все видит и все знает. И глаза Его созерцают всю землю. Он видит все. Все микробы. Думайте, эти микробы в нашей жизни укройтся от Его взора. В один день все всплывет. Все всплывет. Обратите внимание, сегодня мы проживаем последние времена. Сегодня мы проживаем последние времена. Америкасы, Европасы, Алманиасы. Все церкви в мире они были согласны шагать с этим миром. Мы начали угождать людям угождать этому миру. И мы начали принимать законы, которые бесчестят церковь. Даже благодать Божию тупырдилер. Они ее растоптали своими способами жизни и решениями. И сегодня наша сердце бьется каждый день. Но мы должны открыть все двери. Все двери. Нет, не открыть одну дверь. Будьте очень счастливы, дайвы, дайвы. Другие двери не трогай. Они очень ценные для меня. Не заходи туда. В этот момент я могу сказать, как и Слово Божие говорит. Горе нам. Горе нам. Что Бог нашей жизни останется на последнем месте. Именно первом месте, а самым на последнем. Просто на словах. Мы привыкли. Не образом жизни. Мы не должны жить Иисусу. Нужно, чтобы Иисус жил в нашей жизни. Мы должны его прожить. Переживать свою жизнь. В этот момент все изменится. Пока мы не мертвы. Ничего не изменится. И не старайся. Думай, что своими силами мы что-то изменим. Нет. Если сегодня мы с нами если один из нас мог бы изменить свою жизнь, своими силами сегодня. Тогда мы не было смысла жертвы Христа. Потому что мы не смогли изменить свою жизнь. Мы не были возлюбленными. От нас отреклись. Только Данрянь. И любовью Божью мы были спасены. И сегодня мы должны ответить этой любви. Мы можем ответить на все. Но зачастую мы не отвечаем на любовь Бога. От этого treffen. М приятно Мы ещё готовим. Но в личной жизни меня нет этой любви. Я доволен всем. Я доволен всем. Доволен веру. Даже образом жизни. Он да билерин, и ионалин, идиотворение твои. Но имею против. Ты забыл первую любовь. Ты забыл свою первую любовь. И это был именно тот ответ, который мы в первый раз знали Богу. Когда мы веровали в Бога. Мы так сильно его любили. Сегодня ничего не осталось от этой любви. Черными буквами написано любовь. Но как я сказал, если мы думаем, что мы любим Бога, мы не сможем пожертвовать свою жизнь ради другого. И мы очень сильно любим друг друга. Потому что мы не любили Бога. Почему состояние церквей в мире сегодня очень плохое. Потому что все они забыли первую любовь. Они не забыли Бога. Попробовали. 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 Но свою волю и свою плохую натуру они поставили выше. И в итоге решили. Мы будем благословлять ей ЛГБТ. Чтобы угодить людям. Даже дали им флаг. Это был завет Бога с людьми. Радуга. Они осуществляли это. Знаете, что сделал дьявол? ЛГБТ-ула-наринь байрага. Это стало их флагом. Когда-то это было знамением. И мы видим, что даже в церквях это есть. Но было бы хорошо, если бы вы покаялись. Потому что это все приведет к истриблению. Это не я говорю. Это говорит Иисус. Иисус. Иисус приходит люди и говорят, смотри, им отрубили голову. Иисус отвечает. Если не покаялись, все случится точно. Если не покаялись, все будут истриблены. Потому что покаяние – это заключение мира с Богом. Это шаг в сторону Бога. И пока церковь не будет меняться. И не очнется. Пока церковь. Свою удобство, свою хорошую жизнь. Пришел, сел. Потом встал и ушел. Некадки рахат аяты ахтарады. Пока мы будем искать эту легкую жизнь. Пока мы будем искать эту легкую жизнь. Мы не сможем быть учениками Иисуса. И не будем достойны Его. Да, Он верится, онлары, деды. Поэтому Иисус им сказал. Не берите с собой ничего. И до этого говорила. Не забудьте ни о чем. Давайте встанем в присутствие Бога. Если среди нас есть новые люди, которые впервые на нашем собрании, я хочу обратиться к вам. Я приглашаю каждого из вас на покаяние. Чтобы мы примирились с Богом Иисусом Христом. Потому что без Иисуса нет жизни. В открытую говорю. Месида, кроме Иисуса Христа, ни в ком нет жизни. Ни один пророк, ни один праведник не способен простить и дать жизнь. Прощение в Иисусе Христе. Потому что на кресте все совершилось. Знаете, почему умер Иисус? Потому что он не пришел, чтобы жить для себя. Он пришел, чтобы жить для Бога. Чтобы исполнить его план спасения. Он не был смирен перед смертью. Он показал свое смирение. Он был на коленях. И сказал, что не моя воля отец, но твоя. И сегодня мы должны сказать эти слова Богу. Рэб, в моем жизни нет, сэн в моем жизни, но не я. И сегодня я хочу умереть для себя, но жить для тебя. Сэн в фикер, и в моем жизни. Сэн в фикер, и в моем жизни. И вы должны знать, что вы его не понимаете. Примите вы или нет. Он умереть для себя. Это любовь, которую он умеет. Никогда не закончится. И его спасающая рука никогда не укоротится. И сегодня вы приняли правильное решение, что вышли сюда. Покаяние. Это самый важный шаг в нашей жизни. Это ответ на Божью любовь, в первую очередь. Второе, это примириться с его планом спасения. И после вы будете вместе с ним шагать по этой жизни. И если вы хотите открыть свои сердца для Иисуса. Вы хотите? Он уйдет на вашу жизнь и стал вашим Богом. Я коротко скажу. В мире, в мире, в мэссихдан больше, кроме Иисуса, не кто не дарит вам спасения. Ни один, боги, ни один, боги. Ни один, боги, ни один, освященные места. Что бы ни было, мэссихдан. Путь, который ведет к Богу, это Иисус. Сегодня мы поднимем свои руки, закроем свои глаза. Мы вместе с вами будем молиться, молитвы покаяния. Мы будем говорить, что вы будете повторять. Дорогой Господь Иисус. Я благодарю тебя. За то, что ты умер и воскрес ради меня. И я верю. Ты любишь меня и прощаешь. И с этого дня. Я хочу, чтобы ты пришел в мою жизнь. И поселился в моем сердце. И меня очистил. Я благодарю тебя. И с этого дня. Посвящаю свою жизнь тебе. Я открываю свою сердцу тебе. Я живу. Прийди, живи во мне. Суне обязательно благодаря вам. Веки веков, слава тебе. За все. Аминь. 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 Эта любовь никогда не закончится. Будьте благословенны. К вам подойдут, подходите. Аллилуйя! Рабям, друзья! Слава нашему Господу! И продолжение нашего служения мы будем принимать вечерю Господню. Но попрошу вас прошу вас те люди, которые не верят в Господство Иисуса Христа те люди, которые еще не покаялись и не приняли Его прошу вас не прикасаться. Не из-за того, что мы что-то скрываем от вас. Нет. Это просто мотца и сок. Просто натуральный сок. Нет ничего скрытого и тайного. Но это для тех людей, которые веруют в Иисусу Христа и верят в то, что Он умер и воскрес. Другие все могут подойти. Ибо так вас любит Бог мир Бог мир Слава нашему Господню. 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 О, вели, чтобы каждый, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, но имел жизнь вечную. Чтобы каждый, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, но имел жизнь вечную. Давайте сейчас остаемся один на один с Господом, и поблагодарим Его за все, что Он сделал. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты сотворил, за ту жертву, которую Ты принес Господь мой на кресте. За Твою кровь, Господь, и тело Твою ломимое. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь мой. Вся слава, хвала и величия в веки веку принадлежит Тебе. Аминь. 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 Добро пожаловать в Казахстан! Дорогая семья! Я хочу, чтобы вы присели на этом месте. Остановим ходьбу на этом месте. Будем молиться за нужды. В этой коробке для нужд есть много потребностей. Здесь есть болезни, трудности, проблемы. Но это все в Господе возможно. Для того, у кого есть вера, все возможно. Все. И сейчас для этого мы встанем на месте. И будем возвышать свой голос для этого всего. Аминь. Давайте встанем на этом месте. Может, здесь нет твоей нужды. Но есть нужды других. Твоя молитва может изменить жизнь другого человека. Аминь. Я, Господь, мы приходим к Твоему присутствию. Мы благодарим Тебя. За их проблемы нужны, Господь. Болезни. Приносим к Твоим ногам, Господь. Мы знаем и верим, Господь, что в Тебе все возможно. И молим Тебя, Господь. И пусть всякая проблема и всякие трудности. В Тебе, Господь мой, решаться. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Что мы можем приходить к Тебе. С нужными и с проблемами своими. Открываешь свои двери. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Молим Тебя, Господь мой, что все эти нужды. Чтобы Ты прославился. Абденно. Аминь. 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 И осталось последнее служение на этом день. Это наше пожертвование и десятина. И возвращаюсь к тем словам моим предыдущим. Что пожинаем, то и пожинаем. Что сеем, то и пожинаем. Извините. И сколько пожнем. И сколько пожнем. Сколько посеем, столько же и пожнем. Экмеди. В тот момент, когда мы не сеем. Мы не пожинаем ничего. Потому что не посеяли. И потому что не посеяли. Из-за этого в Царстве Небесном. То, что мы сеем, оценивается. И давайте это возрадуясь будем творить и сеять. Аминь. И Господь говорит, что кто дает, радует, тот пожинает. И он никогда не возвращает руку пустым. Аминь. 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 Давайте вместе. Господь мой, мы благодарим Тебя. За все. За все заработки свои мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за те десятины и пожертвования, которые мы приносим к Тебе. И молим Тебя, Господь мой, чтобы Ты благословил каждого, каждого, Господь, благословил Небесными благословениями. Благодарим Тебя за все, Господь мой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok